Антон Фролов Антон Фролов Антон Фролов Существуют какие-то вещи, в которые я верю, ничего случайного не бывает, все, что случается, это как-то запланировано, как-то Вселенная готовит к этому, и поездка в Батемалу, это просто я увидел какие-то билеты, доступные мне, просто сейл каких-то билетов из Европы, 340 евро, как я уже говорил. Я купил билет, я ничего не знал об этой стране, кроме того, что это колыбель цивилизации Майя. Откуда я знал про Майя? Это детство, юношество, это чтение книг, дочь Монтесу, мы все мальчишки воспитывались на извечной борьбе ковбоев, индейцев, полицейских, гикий запад. Все это осталось, и во взрослых, в среднем возрасте тоже перешло, и осталось у меня в ДНК. И индейцы для меня это была тема, которая меня очень интересовала. Но, начиная читать о Батемале, начиная уже после покупки билетов, на секундочку, я понял такие вещи страшные, что в Батемале просто ужас, там сплошной криминал, отсутствие гигиены. Они только что свергли президента, причем выбрали комика. На тот период, 4 года назад, 5 лет назад, они выбрали комика Моралеса, который, удивительно, он причем похож на Зеленского, между прочим. Как-то внешне даже. То есть, если бы Зеленский отожрался бы, то вот он был бы Моралесом. Этот Моралес, первые 2 года гватемальцы к нему относились с уважением, с каким-то периодетом, но потом он засветился в коррупционном скандале, как обычно это бывает, у высшей элиты политической. И в общем, через 4 года, буквально неделю назад, в Батемале новый президент. У них есть правило, 4 года президент, все, никаких вторых сроков, насколько я знаю. Вот они свергли своего президента, и я поехал в эту Батемалу, которая пестрела разными негативными фактами. Там опасно, там криминал, там нет гигиены, там нет интернета, там нет нормальной пищи, там москиты, там змеи, все что угодно. В общем, туда ехать нельзя. Ну, на самом деле, на самом деле, я это уже понял на всю жизнь, безопасность и комфорт зависит только от тебя и от окружающих тебя людей. Можно быть в центре, в эпицентре войны в какой-либо стране, не чувствовать себя максимально комфортно. Это абсолютная правда. И можно чувствовать себя некомфортно в любой европейской столице. Париж, Ломбад. И я поехал в Батемалу с надеждой о том, что это там будет классно. Я почитал о майя, я почитал о культуре, о традициях, о природе. И сразу поезд туда людей. У меня была парочка моих... Это были девушки, которые поехали с определенной целью туда. Я потом узнал. И это была незабываемая поездка, которая оставила во мне впечатление на всю жизнь. Я влюбился в эту страну. Она во мне, и она во мне также на всю жизнь. Каждый год после этого я езжу в Батемалу. Я уже оброс там корнями, у меня есть связи, у меня есть люди везде. И эти люди, они всегда в любых путешествиях для меня очень важные люди. У меня нет такой гонки, как у моих товарищей путешественников, покрыть флажками всю планету. Количество стран, количество городов, это вообще не про меня. Я могу сто раз побывать в одной стране и каждый раз открывать для себя новые главы. Для меня посетить все страны, это как прочитать все книги. У меня нет такой цели вообще, я не понимаю зачем. Если мне хорошо в одной стране, я буду туда возвращаться. Я буду получать новые эмоции, я буду получать новые для себя знания. Так происходит всегда. Конечно, я могу не посетить какие-то интересные страны, выбрав какой-то пятый поход в одну и ту же страну. Безусловно, мне это нравится, это мой такой поход, путешествие. Я не могу прочитать все книги, я не стараюсь. Поэтому, когда меня спрашивают, сколько я стран посетил, ну посетил 50 стран. Но опять же, у меня нет вообще никакой задачи посетить все страны, я не ставлю злышки. Я ставлю, для меня главная задача из каждого путешествия, где бы я ни был, это контакт. Если я возвращаюсь из страны, не имея какого-то близкого контакта, который меня может встретить 2-4 часа в этой стране, я считаю бессмысленное путешествие. То есть для меня главное это люди. Если я приезжаю из какой-то страны, из контакта людей, я считаю это успешное путешествие и это моя задача. И у меня таких людей очень много по всему миру. Мы попадаем в Гватемалу. Конечно, непередаваемые эмоции, вообще все другое. Вот я читал все эти стереотипы о Гватемале, гигиена, преступности, этого вообще не было. Почему? Потому что мы придерживались определенных правил. В каждой стране, на каждом континенте. Если ты не придерживаешься определенных местных правил, ты попадаешь в перепалку. Такого по-другому не бывает. И поэтому ты должен соблюдать правила. Ты должен открывать всю свою душу путешественника. И тогда Вселенная тебе даст то, о чем ты даже не подозреваешь. И так всегда происходит. Если ты ждешь чего-то, ждешь каких-то подвохов, ждешь, что тебя где-то обманут, где-то плохо накормят, где-то что-то с тобой произойдет, это обязательно случится. И мы попали в это первое путешествие, и в этом путешествии со мной произошла удивительная вещь. Есть одна территория в этой стране, Гватемале. Давайте географически просто посмотрим, где это все находится. Зеленым контуром обозначена территория Майя, какой она была в классический период. Это слева, слева это полуостров Калифорния, это Мексика, территория Мексики. Вот огромная, да, вот эта вся Мексика идет. Юг Мексики переходит в... Юг Мексики это уже начинается территория Майя. Со штатов Табаско, Кантуна... Табаско, Кампечи, это все уже полуостров. Мы видим полуостров Юкатан. Это территория Майя. До сих пор это территория пяти государств. Ну, практически пяти государств. Это так называемая Мезоамерика. Мезоамерика это термин, который придумали географы. На самом деле это полуофициальный термин. Это часть Центральной Америки, куда входят пять стран. С юга, с севера это Мексика, и на юге это Гондурас. Сюда входят Мексика, Гватемал, Сальвадор, Гондурас, и, наверное, что-то еще. Никакой. А Белисс? Белисс стоит выше на Карибском море, и он туда не хочет. Нет. Хотя, в Белиссе тоже есть... Нет, входит. Входит, да. Входит. Это уже шестое. Но оно не вместо... Почему-то Белисс не относится к Мезоамерике. Но там есть Майя, там были Майя, там же Майя. Спасибо за коррекцию. И вот мы видим, Гватемала находится в центре этой территории. На севере она омывается Карибским морем. На северо-востопе. И на юге территория переходит в Тихий-Аген. То есть у страны есть два выхода от моря. И Гватемала является центром этой древней и ныне существующей цивилизации Майя. Мы знаем также по стереотипам, по разным источникам и различным сними, что цивилизация Майя, она исчезла. Она... Что такое вообще цивилизация? Это не народность. Это не название какого-то определенного народа. Потому что Майя — это не народ. Это именно цивилизация. Это особый вид устройства, государственного устройства, которое совмещается в разные народности, разные культуры, разные традиции. И все это вместе называлось Майя. Причем Майя — это слово не их слово. Майя придумали уже испанцы и назвали это. На территории Гватемалы, на территории маленькой страны Гватемалы существует официально 22 диалекта, которые используются в общении. Это все языки Майя. Сейчас правительство принимает очень серьезные шаги к тому, чтобы в школах эти традиции, традиции изучения своего языка народного, они придерживались. Конечно же, официальный язык испанский. Все говорят на испанском, почти все. Если вы заедете в глубинку, в какую-нибудь далекую деревню, там могут даже не понимать по-испански. Как у нас, на Западе. Как раньше было. И поэтому эти 22 диалекта используются в стране. Конечно же, в этой стране существуют определенные регионы, куда соваться, так скажем, не следует, что ли. Это столица страны Гватемалы-Сити. Это большой мегаполис с огромным населением, с огромной коммунберацией. И как любой мегаполис, этот город обладает определенной энергетикой. Туда скапливается все негативное, что может быть на территории страны. Я был в этом городе несколько раз и убегал оттуда каждый раз. Почему? Потому что то, что есть вне столицы, все во сто раз лучше, во сто раз красивее, во сто раз приятнее, во сто раз комфортнее, дружелюбнее, чем в столице. Поэтому, если у вас будет опыт посещения этой страны, избегайте столицы. Я не говорю, что с вами может что-то произойти, что-то случится. Ну, абсолютно, то есть каждый из нас может случиться, может и не случиться, может вам понравиться. Вообще, путешествие такая штука, когда даже находясь в одном коррективе, одному может что-то понравиться, а другой может испытывать дискомфорт. Так всегда бывает, потому что люди все разные, разные у всех требования, и я уже это понял в течение своих путешествий. Гватемала. Есть столица Гватемала-Сити. И есть регион, куда мы отправляемся обычно после приюта в столицу, он называется Озеро Тепон. Нет, прошу прощения. И город Антиго, это бывшая столица страны, это колониальный город, изумительно красивейший город, одно-двухэтажный, где по приезду в Ультималу сразу нужно прятаться туда, чтобы понять страну, чтобы понять традиции, чтобы увидеть всех этих настоящих май, которые, несмотря на то, что наука нам говорит о том, что цивилизация май исчезла, она не исчезла. В связи с коллапсом, который произошел в 11-м веке, по-моему, в 11-м или 10-м веке, были покинуты города, главные города цивилизации май. Эти древние города Тикаль, Поленке, Чеченеца и другие. И население, их население, оно просто перешло... Наука до сих пор ученые не могут понять, почему это произошло. На самом деле никаких фактов, никаких научных доказательств того, почему это произошло, этот коллапс, нет. И вообще, майя, свидетельства и документы о майя, а их не существует. Почему? Потому что, когда пришли испанцы, когда пришли эскадоры захватывать эти земли, они уничтожили все, что касалось исторической документации этого народа. Они сожгли, они уничтожили. И все, что мы знаем об этой культуре, об этих традициях, это труд нескольких людей. Тех же конкистадоров, которые оказались более-менее дружелюбными, что ли, так скажем, к этому народу, которые все-таки, несмотря на то, что все их считали дикарями майя, они все-таки оставили, более того, они создали новые документы, подтверждающие и аргументирующие их культуру, то есть описание их культуры. Был такой конкистадор, даже не конкистадор, а инквизитор, Диека де Ланда. Очень жестокий человек. И он в один прекрасный миг своей жизни вдруг понял, что он согрешится теми и действиями, много их уничтожил, он принял решение, что все-таки слушайте, давайте я сохраню что-то для своего короля испанского, для всего мира, об этой цивилизации майя. И он позвал великих писарей, великих историков именно со стороны майя. Они пришли к нему и начали ему объяснять то, чего он не мог понять. То есть, во-первых, был конфликт языков. И индейцы майя, индейцы это уже слово, которое пришло нам со стороны испанцев, они не индейцы, они просто местные жители. И они пытались ему объяснить все, начиная с алфавита. И этот Диего де Ланда, использовали они, естественно, рисунки. Вот они приходили и рисовали этому Диего де Ланду, типа все, что они хотели сказать. И этому инквизитору не оставалось ничего, кроме как додумывать, допридумывать то, что они ему говорят, на основе рисунков. И этот Диего де Ланда создал большой труд, который называется уже не помню как. И этот труд, это одно из пяти книжных источников, на основе которых мы знаем все об этой цивилизации. Сейчас, на протяжении уже пяти веков, ученые из разных стран, археологи, трудятся на раскопках, проводят там годы своей жизни, в этой Гватемале, в Мексике, на всей этой территории, и пытаются донести нам, как все это было. Но на самом деле, это все их теория. Когда я приезжаю в Батемалу, я общаюсь с людьми, с настоящими майами, и понимаю все то, что мы знаем от этих ученых, археологов, от этих великих людей, это все не совсем так. И только когда ты попадаешь в эту страну, ты понимаешь, что ты сам можешь сделать сейчас научное открытие. Потому что ты можешь увидеть что-то с высоты своего дрона. То, что археологи на протяжении десятилетий не могут докопаться, потому что они все сами додумывают. Вот у меня был такой случай, когда я с гидом своим, я нарушил закон, я попал на пирамиды и поднял дрон. Я знал, что это делать нельзя, я знал, что будут проблемы. Ну, в общем, я здесь, перед вами, и вообще проблем не было у меня. Я поднял дрон, и с помощью этого дрона сделал одно видео, и показал это своему гиду, и сказал, что, слушай, пирамида, вот эта пирамида, это на самом деле повторение маски лица правителя. Он посмотрел, сказал, да, Антон, теория имеет место, имеет смысл, make sense, да, имеет смысл для обсуждения. Но все эти археологи и ученые, они тебя не услышат, потому что они копаются сами десятилетиями, и у них свои, в принципе, своя мораль. А на самом деле, я вам, возможно, покажу это видео, там вот ясно видно, что одна из пирамид повторяет образ, известный образ правителей, королей, богов в маске. То есть это вот типичная маска с оперением, с лицом и с продолжением носа, вот с лицом, с портрет, то есть это пирамида, это портрет правителя. Я описал это людям, показывал картинки, те, которые копаются, известный академик, я сказал, Антон Кронич. Но были люди, которые сказали, да-да-да, теория имеет место быть, да, молодец. Но тем не менее, что касается этого полета дрона, дрон очень шумный, его увидели, в общем, меня кружили, и мы все решили, все хорошо. Почему? Потому что люди там, они очень доброжелательные. Вот все, что пишут, что эти люди кровожадные, эти люди недобрые, неправда. Такой доброжелательности, как в этой бедной Гватемале, я не встречал нигде. Я оставлял камеру в Упро, которая писала час на главном рынке Центральной Америки, просто включенно лежала, с такой вот палкой. Я пришел через час в комнате, через час в стадиацию, я забыл конец. Она лежала, работала. Там, представляете, такой рынок вообще, центральный рынок Центральной Америки. Там не знаю, сколько людей ходит туда-сюда. Она лежала и работала. Кошельки, все что угодно. Но, опять же, бывают, конечно, люди, которые не то чтобы доброжелательные, не доброжелательные, а просто особенные, которых очень-очень мало. О городах, о древних городах Майя. Их на самом деле можно пересчитать по пальцам. И основные города, самые большие, они сейчас открыто, в открытом доступе, и они все находятся в Мексике. Если сравнивать Мексику и Гватемалу, то Мексика – это будущее Гватемало. Гватемало станет Мексикой лет через пять-семь. Мексика – это уже инвестиции, Мексика – это уже большой рынок, Мексика – это уже более цивилизованная страна в отношении инфраструктуры и так далее, технологий. И там тоже все эти древние города, они более массовые, что ли, да, там более массовый туризм отдельный, потому что большие инвестиции. Гватемала – очень аутентичная страна. И все, что есть в Гватемале, это настолько настоящее, настолько аутентичное, настолько приятное, доброжелательное. Здесь встретишь там толк туристов. Там нет китайцев. Могут быть? Могут быть, потому что не может мир без китайских туристов быть, да, но я не видел Мексикой. Я видел азиатов, но не видел китайцев. И это большой плюс, учитывая сегодняшние вот такие вот вещи. Древние города. В Гватемале есть несколько регионов, большинство из них расположено на севере страны, которые являются центром всей цивилизации Майя в классический период, до коллапси. Вот это город Текаль, самый роскошный, самый классный город. Это 90% туристов едут в Гватемалу ради вот этого вида, ради вот этих пирамид, ради посещения древних городов Майя. Я, побывав в этих пирамидах, конечно, для меня тоже была эта цель увидеть пирамиды, потому что с детства, ну, пирамиды, индейцы, это все было очень круто для меня. Я, попав на эти пирамиды, я понял, что, ну, да, здорово, огромные пирамиды, и очень все настоящее такое, классное. Но я понял одну вещь. Это мир мертвых Майя. Это мир мертвых Майя. А вокруг, вокруг по всей стране, ну, не по всей, а вот в большинстве частей страны живут, живые Майя. И я принял решение, то есть я для себя сделал вывод, что мне комфортнее, мне приятнее среди этих людей, которые живые. Они настоящие, и они живые, и с ними можно общаться. На пирамидах ты получаешь удовольствие только от того, что это мертвый город, от того, что вот он могучий такой, да, но мертвый. И, а для меня больше удовольствия я получаю от общения с живыми людьми. И я свое путешествие называю два мира Майя. Мир живых Майя и мир мертвых Майя, куда мы обязательно с этим попадаем каждый раз. Конечно, это несравнимое удовольствие забраться на пирамиду. Пирамиды альтифтикали находятся в глубочайших джунглях. Их откапывали, откапывали с начала века, и откапали только одну, не знаю, десятую часть, возможно. Потому что сейчас последние исследования говорят о том, что декаль, исследование проводится таким образом. Сейчас придумали аппарат, технология, или так называется. Запускается лазером с воздуха исследования территории, и этот лазер показывает потом на компьютере, что под землей, что в джунглях, то, что не видит человеческой лазы. И последние исследования говорят, что вот те количество зданий вот таких могут быть десятки тысяч. Можете себе представить, десять тысяч вот таких храмов. Десять тысяч. Невероятное по территории и по мощи. А на самом деле сейчас все это, всем этим, всей этой территорией владелись джунглей. Это были непроходимые джунгли. Смотрите, открытые площади, это уже человек постарался, он очистил эти все пирамиды. На протяжении, с начала двадцатого века, с тысячи девятьсот девятьдесятого года, наверное, на протяжении ста лет он это делает. И до сих пор делает. У меня есть товарищ, который является главным майонистом в Украине. Его сейчас нет, похоже, что нет. Он сейчас министра по образованию. Его зовут Юрий Балюхович. Он главный, главный знаток культуры майя в Украине. Этот человек провел в Атамале, провел на этих всех городах довольно долгое время. Он знает, лучше его никто не знает по культуре майя. С ним очень приятно общаться. Раньше, когда он не занимал должность в Кавмине, он постоянно был в Атамале, он занимался археологией, он занимался фотографией, по заказу фотографировал все артефакты, с которыми работают археологи. У него есть определенная теория, с которой я местами согласен, местами не согласен. Почему? Потому что вся майя, вся культура майя, ну, опять же, повторюсь, она не доказана. У одного научного деятеля может быть одна теория, у другого другая. И мировое сообщество, оно не сошлось в едином мнении, какими они были. Были ли они кровожадными, рубили ли они голову, понимали ли сердца. Все это чушь. На самом деле, доказательств этому нет. Но есть доказательства такого рода, что кровопролитие и самоупускание крови это просто ритуал, традиция, которая принята в их культуре. Это не значит, что они дикие, кровожадные и стремятся к кровопролитию. Абсолютно нет. Просто вот они вот такие, у них такая культура. И это нужно понимать. Да, кровь лилась. Да, были жертвы. Десятки тысяч могли за один день на площади, в общем-то, свалить. В какой-то праздник. В 10 тысяч людей было летний центральный площадь. Но эти люди, которые погибали во время этого праздника, они были счастливы. Почему? Потому что с рождения они понимают, что смерть это прекрасно. Смерть это переход на высший уровень, на уровень высший. И когда это происходит, то это здорово. Некоторые люди, наверное, и жили ради того, чтобы умереть в какой-то прекрасный момент. Они знали, когда они погибли. И для них это было великим счастьем. до сих пор на территории Гватемала существуют священные ритуалы, которые проводятся людьми, которые мы называем шаманами. Но шаманы, на самом деле, слово шаман, это очень грубое слово. Слышали? Это духи. Среди нас сейчас присутствуют духи, которые вот эту лампочку взорвали. когда я сказал слово шаман. Правду говорю. И в общем, это грубое слово придумали те же конкистадоры или американцы, я не знаю. Местные их называют акхих. Это знахари, это люди, которые знают больше, чем мы, которые умеют общаться с потусторонними силами, которые умеют лечить. У нас тоже такие есть в стране. Да, бабки какие-то, знахари, которые некоторые люди ходят, излечивают что-то или наоборот, какие-то вещи, будущее свое предсказывают. Такие люди есть и у нас. Просто там это все на другом уровне, и там это все культивировалось веками, и до сих пор эти люди есть. Есть люди, которые перешли на коммерческую часть этого процесса, этого ритуала, и они зарабатывают деньги на том, что приезжают туристы-американцы и проводят с ними церемонии, цветочные церемонии, огненные церемонии и зарабатывают на этом деньги. Как в Мексике, как в Перу существует коммерческая сторона шаманизма и существует настоящая сторона шаманизма, которая не основана на коммерции. И у меня есть такой шаман, женщина, в которую мы ходим каждый раз, и она с помощью своей связи с духами, она нам отвечает на вопросы. Эти вопросы могут быть любого рода, от бизнеса, здоровья, до, не знаю, мужа, поиска мужа, детей и так далее. Этот человек, первый раз мы были на этой церемонии, и, конечно же, это был спектакль. Мы попали в театр, это огненная церемония, она же цветочная церемония, где сжигается костер, существует алтарь, существуют свечи, которые жгутся, каждая свеча имеет свой определенный цвет и предназначен на определенные нужды. Для бизнеса там одна свеча, для детей другая, для здоровья третья, всего, по-моему, 10 цветов. Ты берешь эти для себя, ты идешь на церемонию с определенным запросом, тебя интересует или волнует какая-то вещь. Ты набираешь свечи, ты набираешь набор специальных средств, покупаешь вместе по совету жамана либо по совету гида, какие вещи надо покупать. Помимо этих свечей нужно покупать разные благовония, разные какие-то вещи, которые горят, просто, чтобы зажечь все это. Ну, в общем, с помощью этого ритуала зажигается костер, и эта женщина их вызывает духов. Но это вот грубо, вызывает духов. Для нашего уха это слышится, как заводит сказку, пластинку. На самом деле это все довольно серьезно. и до сих пор эти ритуалы проводятся, и более того, в глубоких деревнях, в далеких деревнях это мало, это на определенном уровне медицины. Она, эта женщина, может вылечить какую-то очень серьезную болезнь. она манипулирует руками, не просто так, она спросила у духов, что, как вы, если болезнь рассказала, нет, она сама, она может вылечить руками, она манипулирует, она физиотерапевт, она с помощью потусторонних сил знает, где что поднажать, где что, вот она вообще реально, человек, который с помощью того, что она не понимает, она может делать определенные серьезные вещи. и это все правда, это все правда, это работает, как потом выяснился, я персонально, сначала я к этому относился с литрически, для меня это было к спектаклям, но на самом деле все работает. Но с серьезными, конечно, проблемами приходить к ней нельзя, но вылечиться серьезной болезнью, не знаю, вряд ли она сможет помочь, но она это делает и в разных регионах таким людям ходят просто целыми гриблянами. Там, где нет медицины, лечат вот такие вот такие жена. Есть великолепный фильм. Вообще, на тему мая существует несколько фильмов, в том числе голливудских. Большинство из них, конечно, это сказка. То, что у нас на слуху, это фильм «Апокалипсис» с Мелом Гибсоном. Это вообще полный спектакль. Почему? Потому что там типично показаны те майя, которые были очень кровожадными, которые вынимали сердца на праздник. Это то, что написали люди, не следующие вообще этой майя. И это показал мой убийца на основе того, что он тоже что-то там слышал. Это нельзя ни опровергнуть, ни доказать. Но в фильме «Апокалипсис» это показано к разной нити. Есть фильм шикарный, который связан с Майя косвенно. Он называется «Фонтан». Режиссер этого фильма Даррен Ароновский. Даррен Ароновский который снял несколько фильмов, получил Оскар за фильм «Черный лебедь». Этот режиссер на самом деле имеет связь с Диаболом, на мой взгляд. Потому что этот режиссер может так на струнах, на нервах поиграть у зрителя, что просто он выворачивает твой душ. У него есть абсолютно вворачивающий фильм, который называется «Рекрин по мечте». Это единственный фильм, который я выкинул с высоты даже с 8 этажа компакт-диск еще полный. Просто я не мог его смотреть и никому не советую. Это фильм серьезный, серьезных проблемах, но вот этот фильм просто выворачивает тебя. «Черный лебедь» за Оскар получила Натали Бортман, но он получил Оскар. Фильм тоже очень серьезный. И он тоже играет на струнах души очень так жестко. Но фильм «Фонтан» шикарнейший. Фильм «Фонтанский» и «Брантон», по-моему, а нет, Джекман, Хилл Джекман. Великолепный фильм. Там о Майя косвенно очень много фактов. Те, которые действительно существовали и действительно Ароновский провел время в Батемале, исследуя все эти вещи довольно глубоко. Фильм шикарнейший посмотрите обязательно. и есть фильм испанский, по-моему, или даже латиноамериканский какой-то, он называется «Ишканул». «Ишканул» это название вулкана в Батемале. И вот этот фильм он рассказывает о жизни обычной гватемальской семьи в настоящее время. Вот полудокументальный интереснейший фильм «Ишканул». В русском переводе его звучит как «Вулкан». Очень классный фильм о том, как живут сейчас жители Гватемалы. Там те же церемонии, там просто будет людей, там есть те же факты, которые если человек говорит на языке майя, его не понимают в больнице. Человек попадает в больницу и его не понимают. Хотя все это в одной стране на одной территории. Человек говорит на языке майя и ему нужна помощь, а там говорят только на испанском языке. Вот эти вещи они действительно сейчас сохранены в этой стране. И это вот такой неожиданный парадокс. Если говорить о ранних периодах майя, то цивилизация майя это прежде всего ремесленники. Верующие у них было конечно же язычество, они верили в сотню своих богов и в принципе большинство богов было связано с народным хозяйством, с явлением природы. Были боги растений, были боги фруктов, были боги неба, солнца и так далее. Сотни богов, которые поклонялись местным жителям. Жили они не слишком шикарно. Правители, которые являлись одновременно и богами, они строили себе пирамиды, но это уже было какое-то время, модно эти пирамиды. Каждый правитель по итогу своей жизни, своего правления должен был построить пирамиду. Когда прикоснулись к этим пирамидам, вот этим величественным пирамидам, которые стоят уже более двух тысяч лет, я попытался просто понять из чего они сделаны, из чего они изготовлены эти пирамиды. На самом деле это известняк. Камень, который отколупывается ногтем. Ты подходишь к этой пирамиде, которая стоит две тысячи лет, и можешь отколоть от нее кусочек ногтем. Удивительная штука, на самом деле, они не стоят две тысячи лет. Но вот так вот ты можешь отколоться. Так они не реставрировались от тех, которые для туристов открыли? Они очищались, их не реставрировали. Лепят в Греции. В Греции налепят такой современный опыт. Не лепят в Италии. В Италии все хранится как будто оно хранится современно. В Греции любят долепить, там никто ничего не лепит. Все настоящее. Какао. Какао это основная какао это валюта. Какао это основной продукт, который выращивается на этой территории. Какао, зерна какао, бобы, какао были основной валютой. За какое-то количество бобов можно было купить раба, купить животное. но какао была основной валютой. Всегда это было очень синтез. Кукуруза она росла везде, растет сейчас. Кукуруза является основным компонентом кухни. Весь хлеб делается из кукурузы. Большинство. И других бобовых. Кукурузные лепешки, тортия, это повсюду. Так. Что касается есть такой интереснейший факт о письменности майя. Майя известны своей письменностью, медицины. Они первые в общественной всех жителей Земли придумали такое понятие в математике как ноль. У них пять сторон света. Север, юг, запад, восток и что? Центр. Центр. Вот. И они придумали ноль. Письменность. Нам досталась частичка этих красивейших иероглифов, красивейшей письменности, которые мы можем сейчас наблюдать в тех же древних городах. И на самом деле существовали такие источники знаний, которые называются кодексом. Кодекс это книга, которая сделана из коры инжира. Их сохранилось всего, если мне не изменяет память, 4. Это вот такой толщины книги, которая состоит из вот такого рода иероглифов, которые о чем-то нам сообщают. из рисунков иероглифов и все это летопись каких-то событий. Бились ученые, бились пожарные, но до сих пор не могли найти смысл этой письменности, расшифровать этот алфавит. Пока все это длилось 500 лет. Ну, не 500, условно говоря, да. в начале 20 века куча ученых отправилась в центр этой цивилизации на раскопки, на археологические исследования с целью, с единственной целью расшифровать алфавит майя. Лингвисты, кто угодно, знатоки различных других алфавитов, включая египетский, отправились на эту территорию, чтобы сделать научное открытие, чтобы расшифровать все-таки алфавит. Были теории у различных ученых, по поводу алфавита, но ни одна не явилась доказательством, прямым доказательством. Пока украинский ученый, который ни разу не был в Утемаре, ни разу не был на этих территориях, звали его Юрий Горозов. История этого человека такова. Он родился в Харькове, если я ничего не понимаю, ему родной его город Харьков. И родился в 10-х годах прошлого века, в 10-х 10-х где-то так. И у него была страсть с детства, случилось несчастный случай, он упал головой вниз, ударился головой. И с тех пор, как он сам потом объяснял, ему открылось некое новое видение. Была чередная драма, после которой он получил некий дар. Что-то у него там открылось. Наш человеческий мозг работает не полный потенциал. Пока с ним что-то не сделаешь искусственно, синтетически, он работает пока не хватает. Человеку достаточно было одной травмы, чтобы его мозг чуть-чуть подраскрыл весь свой потенциал. Но, тем не менее, этот человек после травмы стал социопатом. Он избегал разных компаний, друзей, он все время скрывался в своих каких-то перемещения, с каких-то норов, что-то исследует, что-то открывая для себя лично. К сороковым годам, когда уже появились новости о грядущей войне, этот человек успел поучиться в университете. Не помню сейчас в каком, не важно. Допустим, это Харьковский какой-то университет. У него была специфика лингвистика и шаманизм. Свою диссертацию какую-то он защищал вместе с алтайскими шаманами. Мы сопоставляем какие-то вещи. У человека открылось какой-то дар, шаманы, и он защищает от какой-то научный труд на эту тему. Потом грянула война. И этот юрик Кнорозов получил белый билет по причине голода, он был худым. И он не шел на фронт первые четыре года войны. У него был белый билет. Но в 44-м году он как-то усложились обстоятельности, я думаю, что это было его лишнее решение, он пошел на фронт. Дошел до Берлина из Берлинской библиотеки вынес труды мая и привез Ленинград. Это были какие-то невероятные труды конкистадоров. Единственным экземпляром он привез Ленинград и начал по ним. опять же в своей ленинградской как же в Ленинграде есть Петра Первого это комната или не комната как это называется нет не ментарная не кунскамера то не специальное имя какое-то это да да вот правильно это правильно ну в общем он там исследовал и расшифровывал все эти двух хоббит и в 46-м году по-моему он создал сообщество сказал слушайте я разгадал я расшифровал фронт мая и он объявил мировому сообществу что он расшифровал сидя у себя в кунскамере да мировое сообщество в общем-то очень удивительно и это была тема его это была тема его диссертации очередной а кандидата наук он хотел защитить кандидатскую путем расшифровки фронт мая созвал весь научный мир и в общем как говорят да сми как говорят источники за 10 минут он доказал все и получил сразу докторскую он вышел и рассказал всем что фронт мая связан с фонетическими образованиями это не буквы это фонетические в общем-то действия это каждый иероглиф это звуки это не просто буква это набор звуков и доказал все это и все это теория сейчас признана мировым сообществом человек ни разу не находясь не будучи в этих местах не общаясь с коренными жителями разгадал разгадал тайну почему потому что у него что-то вот работало тогда не так как у всех и до сих пор в Мексике есть факультет имени Никнорозова куча памятников и в конце на исходе своей жизни Никнорозов все-таки попал на эти пирамиды и сказал свою великую фразу вот здесь будем верить вообще великий человек сейчас его труды пользуются большой популярностью в научной сфере именно по моей мистики на основе очень много книг написано сейчас уже его дети этим занимаются с ними общаются на нашей сфере вот здесь такой факт что Украина и Критемала были очень близкие на самом деле это абсолютно правда я замечаю там абсолютно невероятные вещи да Украина очень близко я не могу объяснить это как происходит ну вот Юрий Балюхович которого я уже упоминал главный маинист он лично он лично расшифровал несколько его это большое достижение Юра Анатолий Балюхович что-то я хотел сказать еще на самом деле все вот эти картинки все вот это вид летопись она говорит о том что приходил какой-либо песец вот летописец да к какому-то правителю и этот правитель давал задание рассказать о каких-то событиях ну вот допустим вчера был праздник мы положили 2000 рублей завтра будет еще один праздник послезавтра послезавтра звезды сойдутся в один ряд и у нас будет еще какой-то праздник и вот эта вся летопись это просто о каких-то действиях о каких-то вещах которые происходили в жизни раненых правительствах существует такая книга которая называется попа львух ее называют библией ее называют сбором каких-то норм и кодексов и большой летописи истории майя но на самом деле ее написали уже конкистадоры уже в тех годах когда цивилизация молодая не существовала в этой книге описаны действительно очень много мифологии майя о космологии майя потому что эти люди они очень серьезно занимались исследованием космоса исследования движения звезд и всем что с этим связано все пирамиды все строения все были построены по законам по космическим законам то есть площадь древнем городе это сеть на севере одно здание на юге другое на западе третье на востоке четвертое и никак иначе и с этой космологией тоже связано очень много вещей которые мы на самом деле и ученые в том числе не могут понять до сих пор почему потому что чтобы понять всю эту культуру все эти традиции нужно быть либо сумасшедшим либо быть самим майя потому что ни одна научная теория ни один научный труд ни одна научная экспедиция не может принести никаких доказательств потому что все уничтожено мы можем только догадываться как это все было если вы меня спросите как выглядел там или что они ели сколько у них было жен я не отвечу почему потому что таких фактов нет есть определенные факты чем они пытались есть определенные факты об их устройстве жизни но других каких-либо точных фактов до сих пор нет а вот эти факты действительно существуют и очень развита была у них медицина что касается жертвоприношений мы привыкли слышать мы привыкли знать по тем стереотипам и различным источникам СМИ и так далее потому что майя народы майя были очень граждан очень они любили проливать кровь убивать и так далее на самом деле это не совсем так я уже говорил о том что это просто было в их культуре традиционно о том что кровопискание само по себе это ритуал который возвышает тебя который помогает тебе получить некую долю некий некую высшую ступень к Богу к Богу это условно говоря потому что у каждого Бог свой но возвысится над собственной жизнью каждое кровопискание каждая кровопролитная какая-то схватка это целью этих вещей и этих ритуалов было возвышение некий повысить свою ступень жизненную ступень возвышаться к Богу главная цель человека в их понимании была смерть от каких-либо ритуалов в течение какого-то ритуала что такое смерть это все ты становишься ближе к Богу ты не становишься к Богу но это твоя твоя высшая жизнь то есть твоя ступень вот как в нашей религии в большинстве людей которые верят в Бога они знают что есть рай и вот они хотят попасть в рай для майя это было сравнимым чувством и желанием возвыситься и попасть туда на небеса у майя существует три мира в их мифологии это нижний мир тот мир в котором люди живут средний мир и так называемая шибальба в верхнем мире живут демоны в нижнем мире живут и демоны и не демоны а в общем в настоящем мире живут просто и люди и все это смешано настолько что в том же Боболь-мухе в их библии была описана традиционная игра в мяч может быть вы слышали до сих пор на территории этих городов мы наблюдаем такие стадиончики для игры определенных мяч мы знаем об этой игре что в те времена люди играли в этот мяч эта игра называлась как это называлось и целью этой игры была эта игра в принципе появилась около трех с половиной тысяч лет назад и была распространена на всех этих территориях она называлась тлачтлей целью этой игры было опять же попадание в рай условно говоря попадание на высшую ступень какой-то своей собственной жизни две команды играли в мяч были кольца были разные условия игры на одних территориях были кольца для этого мяча на других территориях не было просто бортики в общем они играли в эту игру на определенных в определенное время допустим им предстояла какая-то битва то есть столкнулись два народа наступает враг завтра состоится великая битва наших войск с врагом и значит правители этих стран или главные военно-командующие собирают команды для игры в мяч и кто выиграет эту игру тот выиграет всю битву то есть сама 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 битва решалась на уровне вот этой игры в мяч есть теория есть мнение некоторых ученых о том что в разные периоды в разные в разные стечения обстоятельств проигрыш в этой игре был приравнен к победе то есть не обязательно нужно было выиграть этот матч условно говоря чтобы выиграть завтрашнюю битву нужно было проиграть умереть всем для того чтобы получить какую-то выгоду в чем-то в той же битве в чем год то есть и проигрыш и выигрыш в этой игре судя по каким-то недоказанным теориям ученых был одинаково ценен в разные периоды жизни мне это непонятно вообще я не знаю как это потому что это вот ученые сказали так и мы должны им проверить доказательств этого нет жертвоприношения на крови до 10 века на территории где проживали майя не существовало никаких жертвоприношений человеческих и такого кровопускания какое мы привыкли слышать о майя такого нет да у них были ритуалы да у них были традиции да у них были церемонии обменные цветочные но вынимать сердце или пускать кровь такого нет пока территории майя не захватили не захватила соседнее государство под названием Теотиуакан это север получается территории майя и юг Мексики это так и называется сейчас Теотиуакан это тоже древний город и вот в 10 веке правители Теотиуакана пошли войска на нижние земли вот мало и захватили их и научное общество научное сообщество сводится к той теории после этого случая после этого захвата на территории майя начали происходить начали осуществляться вот такие вещи как жертвоприношение человеческое опять же примык доказательств того что пускалась кровь больших количеств отрубались головы вынимались сердца нет но кровопускание как я уже говорил это традиция и это традиция с молодых ногтей то есть это ничего необычного в этом не было точно так же как игра какая-то для них это было нормально сейчас говоря о майя которые до сих пор живут на этих территориях конечно же с приходом конкистадоров которые пытались их уничтожить и уничтожить всю их традицию культуры многое изменилось но эти ритуалы которые раньше были скровопролитием жертвоприношением они существуют и сейчас существуют шаманы которым стоит очередь из разных людей с различными запросами условно говоря я хочу чтобы у соседа сгорела хата я хочу чтобы умер вот тот человек потому что он сделал очень много плохого и эти люди приходят с запросами к шаманам которые практикуют серьезный ритуал серьезный церемонт есть белые шаманы к которым мы ходим шаман плохое слово ну ладно другого нет другого вы не поймете ах их и вот эти люди приходят с черными запросами к этим людям к шаманам и они проводят эти церемонии они не отказываются почему это другой вопрос которого я не вставал никогда приходят и приходят делают и делают и эти люди на своих церемониях сжигают сейчас не людей они сжигают и сжигают могут сжигать гиен вот эти животные могут использоваться сейчас в качестве каких-то жертвоприношений для каких-то черных забросов до сих пор это присутствует более того эти люди сейчас страшную вещь скажем вам факты в глубинках территории Майя Гватемали 5 лет назад опять же когда я собирался первый раз в эту страну сожгли мэра просто в одном городе взяли и сожгли мэра поймали и сожгли на костре потому что виноват был человек на коррупции поймали и они его сожгли и я вот это слышу и это все равно и понимаю насколько они кровожадные да это факт город Концепьон был такой факт что они взяли и сожгли ну правильно сделали но я бы тоже сжел простите вот эти вещи существуют но в большинстве своем люди доброжелательные все добрые все хорошие но вот эти традиции которые у них в крови да они так же существуют и ну этого нам не понять но бороться с этим тоже бессмысленно конкистадоры пытались бороться пытались их уничтожить накормлен но с приходом конкистадоров они местные жители конечно же приняли Бога приняли Иисуса и сейчас на алтарях в церквях по всей Гватемале стоят христианские образы абсолютно нам известны все известные образы но рядом можно обнаружить языческие наборы святых то есть условно говоря какие-то камешки какие-то вещи которые не умерли которые не погибли они хранят эти традиции и они до сих пор существуют когда наш наша женщина к которой мы ходим для проведения церемонии проводит свой ритуал она обращается к Иисусу ко всем святым которые нам известны следующее после вот всех святых которые нам известны идет Педро Альварадо это человек главный конкистадор Гватемалы который был правый Коль-Картес который войска которого уничтожило десятки тысяч людей на территории Гватемалы и тем не менее эти люди которых он уничтожал они его канонизировали и он у них сейчас на святом апреле как святой они ему молятся и я этого понять не могу кроме как ударили по левой щеке подставить правую но тем не менее это свободолюбивый народ но тем не менее они канонизировали убийцу и сейчас молятся этому убийцу убийцы как наши люди молятся христианские цепи православные так вот рядом с этими святыми стоит набор камней который называется Эльмунда Майя и они используют языческие принадлежности условно языческие вещи какие-то и знакомые всем иконы христианские это тоже непонятно все ассимилировалось но не везде когда я говорю такие факты тому же Юрию Полиховичу который этого не наблюдал он говорит удивительные вещи не рассказываешь я такого не видел но это есть и это есть в глубинке Гватемалы оружие у майя которые построили величайшие пирамиды сравнимые с египетскими пирамидами не существовало колеса у них не было они не дошли до металла до железа они использовали обсидиан использовали нефрит обсидиан это было главной составляющей их оружия обсидиан это вулканическая порода у меня есть нож обсидиан я могу показать или мне нельзя выходить от камеры да поэтому я останусь здесь и не покажу вам нож вот использовали обсидиан обсидиан очень твердая порода но она очень хрупкая все наконечники для стрел они вроде бы как очень твердые но тем не менее они хрупкие если падает падает этот предмет он раскалывается но он очень твердый у меня нож уже кстати дети взбили чуть-чуть рукоза этот обсидиан до сих пор можно купить по всей стране он бывает разного качества но я считаю одним из главных сувениров которые везти из этой страны это именно обсидиан эти сувениры которые переливаются вулканической породы очень классно похоже на твердое стекло оно от коричневого до черного оно переливается оно может быть даже полупрозрачным что ли на свету вот Юрий Икнорозов я ему прилюдил такую майянскую шапочку он похож вот такой Тарантино вот это наш ученый харьковский который расшифровал определенное время это классический период классический период расцвета мая у них существовали такие традиции канона красоты которые нам тоже не понять но это обычная для них вещь поэтому этим традициям в основном посвящали себя богатые люди то есть это для богатых людей было доступно и то они придерживались таких традиций младенец грудной младенец череп грудного младенца был закреплен в тисках для того чтобы видать ему форму плоского лба такого плоско-наклоненного лба угол угол наклона черепа череп наклонялся под определенным углом и младенец находился в тисках сжимался череп младенца для того чтобы череп приобретал определенную форму это первое второе вешался в центре носа шарик металлический шарик для того чтобы фокус человека был в центре чтобы глаза фокусировались в центре это было очень модно более того у меня есть гид на севере Гватемалы в районе Тикаля в регионе Петен у которого глаза смотрят вот так как у них и я вообще его спросил что у тебя за история такая с глазами он не так в частном разговоре он говорит да у меня бабушку заставлял можете себе представить до сих пор кто-то может придерживаться вот таких вот традиций фокусировать глаза в центре бабушка его заставляла вот такие удивительные вещи это было очень очень модно фокусироваться в центре и иметь определенную форму черепа медицина вообще ритуалы сами по себе церемонии для богатых людей в принципе так и сейчас следили к определенным вещам для того чтобы возвысить свой разум повысить какую-то ступень своего существования изменить сознание нужно было физически изменить сознание это дело с различными методами в данном случае часто употреблялись клизмы то есть какие-то вещества это псилоцибиновые грибы это какие-то отвары специальных трав применялись жрецами применялись богатыми людьми аристократами для чего? для того чтобы изменить сознание и войти в некое состояние которое тебя приближает к Богу тебя приближает к высшему состоянию разума точно так же молодежь сейчас ходит на дискотеке для них в принципе это сравнимые вещи то же самое там тоже существовали праздники периоды праздников когда эта свита позволяла себе вот эти вот эти ритуалы наверное во время этого измененного сознания в период когда вот ты вас вышел хай и могли происходить вещи которые мы считаем дикими именно тогда могла ловиться кровь именно тогда могло происходить какое-то жертвоприношение в состояниях в измененных состояниях этого разума это все доказано вот эти фигурки да они что-то ели они курили то есть есть рисунки когда правитель просто какую-то сигару курит это такой вот известный рисунок в поленке найден это галлюциногенная сигара с добавлением какой-то там самая роскошная самое тоистинное место в этом алия это озеро дитва на берегах этого озера живут настоящие представители мая в основном это две народности кичей и какчекели и на этих берегах расположены деревни порядка десятых деревень все они очень колоритные все они очень аутентичные настоящие на территории которых живут настоящие мая именно те жители которые мы считаем исчезнувшими цивилизация мая именно народность она никуда не исчезла а нас при вот наступлении этого коллапса которого мы все знаем какие-то стихи может быть неурожай может быть каких-то вещей которых рассказали звезды в каком-то конце света потому что всегда они следили за звездами и мы до сих пор не можем понять на чем основывались их определенные действия возможно изменение их места жительства когда они все покинули они покинули все эти огромные города и спустились к низменностям к холмистной местности они поселились вот здесь мы не знаем почему это произошло но они просто изменили место жительства они не исчезли вся эта цивилизация сейчас сейчас я утверждаю она живет на берегах для его большая концентрация большая концентрация именно типичной народности, которые сохранили свой диалект, которые сохранили свои традиции, которые сохранили свою одежду, которые сохранили все, что могли сохранить под давлением калкистадоров. Каждая деревня на берегах этого атитлана – это как музей. Люди ходят в традиционных одеждах, и ходят они не потому, что хотят выглядеть там для туристов. Вот как в Мексике можно встретиться с масками, с париками. Это все для туризма. Это все не настоящие мальни, настоящие астеки. Там настоящее все. Там все настоящее. Там друг друга люди узнают по орнаменту одежды. Птички. Если у тебя птичка, то ты житель одной деревни. Если у тебя геометрия какая-то, тебя узнают и понимают, что ты из какого-то другого селения. И все это на протяжении уже 500 лет. Не для туристов, а для себя. И вот это самое удивительное место – озеро Атитлана. На самом деле оно не просто красивое. Вот Олдус Хаксвей, как в американском сайте, который придумал название группы Дорс. Точнее, группа Дорс выбрала название после его депутатного. Он назвал озеро Атитлана самым красивым озером в мире. И сравнил его с озером Кома итальянским, который вы все знаете. Он сказал, что итальянское озеро Атитлана – это тоже озеро Кома, только в праздничных украшениях из вулканов. Действительно, озеро окружают вулканы. Они не действующие, они все потухшие. И на самом деле озеро – это заполненная кальдера вулкана. Древнего вулкана, который когда-то произвел… когда-то извергался несколько веков назад, может быть, тысячелетий. И вот этот кратер, кальдера, она была заполнена водой. Это озеро удивительное со всех сторон. Но до сих пор ученые не могут понять. Есть такой факт – это озеро нагревается. Вот самая высшая температура воды этого озера – она на рассвете. Никто не может понять, почему. Обычно на рассвете это очень холодная вода. Только вода прогревается с солнцем. В этом озере – самая теплая вода на рассвете. И это озеро, на мой взгляд, является центром вообще всей цивилизации Майя. Центром каким? Энергетическим. Центром их мифологии. Потому что это озеро, вот если есть места силы на Земле, которые мы все слышали, это одно из мест силы, которые ты ощущаешь просто. Прибыв туда, ты понимаешь, что ты от него можешь заряжаться. Не от видов, которые тебя преследуют прекраснейше. От того, что ты просто сел, и как будто в тебя воткнули зарядку, как телефон. Озеро – более 300 метров глубины. Более 300 метров. И каждое море имеет такую глубину. Оно довольно большое. Оно из самых больших озер в Центральной Америке. Но не самое крупное в Батемале, и тем более в Центральной Америке. Все, вся логистика происходит на лодках. Из деревни в деревню ты перемещаешься на лодках. Есть один портовый центр, который называется Панахачель, куда ты прибываешь сначала из своей какой-нибудь Гватемала-Сити или из другого города. И затем ты уже перемещаешься, где-то селишься в какой-то деревне. Вот мой вам совет, если вы соберетесь в Гватемалу, то озеро Адетлан – это ваш главный пункт, в который нужно провести больше всего времени. Вы получите невероятное удовольствие общаясь с людьми, наблюдая за их культурой, наблюдая за их рынками, за их кухней и за всем тем, естественно, за этими всеми красотами, которые тебе дарит это озеро. На этом озере, естественно, в этом озере можно купаться, хотя с каждым годом вода в Адетлане становится грязнее, и это большая проблема экологическая для местных жителей. Но, тем не менее, вода очень чистая. В Панахачель, где этот центр портовый, там вода менее чистая. Но в деревнях все очень здорово. Нет цивилизованных пляжей, но можно найти место и получать кайф от купания в этом озере. Вообще, самое большое удовольствие от страны – это вот на этом озере, от купания, от каякинга, там очень развито все эти лодки. Очень рекомендую. Довольно недавно, почему я говорю, что это центр какой-то цивилизации, непонятный центр, почему? Потому что никто об этом не знает. Для меня Адетлан – это Атлантида. Атлантида. Это реально Атлантида, которая где-то что-то там слышала. Адетлан для меня – это она. И я уверен, что если раскопать дно этого Адетлана, там можно найти какой-то город. И он там существует. Один местный дайвер в начале 2000-х годов нырнул в одной из серий своих давингов он обнаружил огромное скопление алтарей на дне этого озера. Не на 300 метров глубины, но на глубине 30 метров, куда он смог попасть. И действительно, потом была экспедиция, одна единственная экспедиция, National Geographic спустилась на дно этого озера и обнаружила там огромный город на дне. И почему я говорю, вот Адлантида и Адетлан? Наверное, вот это там оно все и есть. Почему? Потому что ты чувствуешь огромную энергетику сам по себе. Ты можешь догадываться, что в этом городе было. А это скопление алтарей, что это значит? Это значит скопление энергетики. Алтари всегда в священных местах. Там не было больших пирамид, ничего этого не было. Но там было скопление огромное именно священных вещей, как и в ней алтари. Значит, что это значит? Это был центром, какой-то меткой для них всех. И поэтому я верю, что на дне этого гора, на дне этого озера, когда-нибудь закопают Адлантиду. Вот здесь, вот эта удивительная картинка, мы наблюдаем, как происходит обмен между... Вот слева мы видим какое-то высокопоставленное лицо. Это может быть шреция, это может быть правительство, это может быть пол какой-то. А справа обычный житель. И это происходит обмен товаров. Мы видим какао в руках. Коричневые вот эти квадратики, это какао. Все, что окружает вокруг, вот вверху мы видим набор иероглифов. Если бы сейчас сидел вот Юра Полюхович, он бы сейчас все расшифровал. Я не могу расшифровать. Но, скорее всего, здесь написано, что между Иваном Петровичем и Василием Ивановичем произошел обмен по поводу женихбы, по поводу свадьбы их дочери и сыновей. Вот такая картинка. Мы все слышали о том, что есть какой-то золото ринков, какие-то сокровища, за которыми конкистадоры могли биться, искать эти сокровища индейские. В Центральной Америке, во всей Центральной Америке, от Мексики до Коста-Рики, самое главное сокровище, это не какао, не обсидиан, не драгоценные камни, не золото, это птица. Перья которой являлись самым главным сокровищем для всей Центральной Америки. Эта птица называется кицай. В ее оперение входят эти три пера в хвосте. Это даже не хвост, эти пера идут в пудовище. Хвостик маленький, белый. А зеленые пелья, они идут от самого крыта. И вот пелья этой птицы ценились выше всего. У известного нам, мне, императора Макдесу, в детстве я читал книгу «Дочь Макдесу». Всем советую прочитать, даже во взрослом возрасте. Очень классная книга. Я поэтому и полетел в эту малую, потому что я читал эту книгу в детстве, и, честно говоря. У императора Макдесу была корона. Корона из 400 перьев. По-моему, 400 перьев. В этой короне перьев этой птицы кицай. Эта корона сейчас находится в музее Вене. Она всегда находится там. Я не знаю почему, видимо, какие-то отношения кто-то кому-то подарил. В Вене это корона. Я держал перья в руках этой птицы. Невероятный по высоте перо. Это перо у меня сантиметров 60. Взрослого самца. Этим хвостом обладает только самцы. У самок нет такого. Мы всегда мужчины красивее у вас. В природе. Только в природе. И это перо. Перо, беря в руки, это перо. Ты видишь, как меняется гамма от светло-зеленого до темно-синего. Вся гамма индиго при прокрутке этого пера на свету она блестит перламутром. И вот по цвету она нереальная вообще. Перламутровое перо, которое переливается от светло-зеленого к темно-синему. И именно, наверное, поэтому вот она сильно ценилась. Еще кицаль занимает очень важное место во всей культуре майя. Во всей мифологии, во всей религии. Птица кицаль. Не только потому, что она очень красивая. Это символ свободы. Это бог. В религии майя существовал такой бог Кукумац. Это был один из главных богов. У ацтеков он назывался кицалькуатль. Слышали, наверное. Это один и тот же бог. У ацтеков кицалькуатль, у майя кукумац. И этот бог он связан с этой птицей. Почему он? Этот бог представляет себя птицу и змею. Пернатый змей. Может быть, слышали пернатый змей. Это вот бог. Это именно кицалькуатль. Почему пернатый? Потому что кицаль. Почему змей? Потому что вот вершина у меня. Это змейная вершина. И этот бог занимает одно из основополагающих мест в их религии. Почему? Потому что бог свободы, бог независимости, бог, не знаю чего, бог неба. И когда главный защитник свободы, когда Конкистадоры отвоевывали эти земли, а на самом деле захват этих земель, именно Гватемалы, он длился около трех веков. То есть 300 лет Конкистадоры захватывали эти земли от севера до юга. Или наоборот, от юга до севера. От юга до севера. 300 лет. Не то, что пришли сразу захватили, три века длилась эта война. И главный освободительный герой в этой Малой, его звали Тэкунуман. У него был главный символ Тэкицань. Когда состоялась его последняя битва Тэкунумана с Диего и Борадо, войска которого напали на территорию Кичей и Кокчикили, он погиб в кровавой схватке с Конкистадорами. И когда он погиб, ему на плечо села эта птица, ну естественно, не пройдет. И ему на плечо села эта птица, как символ свободы. И она окрасилась его кровью. И с тех пор птица Тэцань улетела от человека. Она не живет там, где живет человек. Чтобы увидеть эту птицу, нужно забраться в такие гербрии. И более того, я хочу сказать, что эта птица, ее нельзя увидеть просто так. Эта птица сама должна захотеть вам показаться. Потому что она настолько, ну какая-то духовная должна быть не связь, а какое-то желание ее увидеть, для того, чтобы она приняла этот запрос и показалась вам. Потому что у меня есть опыт пятилетнего похода за птицами. И не только мой опыт, а только моих друзей, опыт иностранных каких-то журналистов. Тут же National Jagai, японские экспедиции за птицами. Они приезжали неделями, сидели в местах, где эти гнезда птицали, и не видели никого. Мы видели. Мы видели птицу. Это действительно невероятное зрелище. Это самое яркое зрелище в дикой природе, которое я видел. Представьте себе Майю Пресецкую, которая вот и летает, разноцветная. Полет Кицая, это именно полет Майи Пресецкой в природе. Переливающим хвостом, как змей. У нее хвост, как у змей. Когда она летает, она этим хвостом разрезает воздух. Это просто невероятное зрелище. Мы видели его три, два раза. Мы видели его два раза из четырех моих путешествий. И нам в эти два раза показались пять птиц. Каждый из этих двух раз было пять птиц. По три мальчика, по три самца и две самки. И это было не так сложно. То есть ты переходишь на место. Это место дождевой лес. Они обитают в дождевых лесах. На самом вулкане. На одном из вулканов. В Готемале 33 вулкана. Четыре действующих. Одно из частей путешествий, любого путешествия в Готемале, это поход на вулкан. На действующий вулкан. Ну безопасный. Ну как безопасный, конечно. Можно придумать себе огромное приключение. Природа может придумать. Но в принципе это довольно безопасно. Так вот, врицарь. Это главное сокровище в Центральной Америке. Не только в Ватемале. Валюта Гватемала называется Кицарь. То есть название валюты это Кицарь. Книга, которую вы там смотрите. Вся книга сделана человеком. Фотокнига. Фотографом. Его зовут Рикки Лопес. С ним тоже удивительная история. Первый раз, когда я был в Готемале, я жил в отеле, на территории которого была всеобразная библиотека. И вот эту книгу, которую сейчас у вас идет в Талкан, я обнаружил в библиотеке этого отеля. На берегу озера Татвана. Она мне очень понравилась. Там была другая книга в Готемале, просто этого фотографа. И я просто запомнил имя этого фотографа. Хотел купить книгу, будучи в Украине. Нереально вообще. В интернете не продается. Но я нашел этого фотографа на фейсбуке. Я ему написал. Рики, слушай, такая книга классная тебе. Понравилась вообще. Я в следующем году приеду. Давай, как-то встретимся. Приезжаем. В следующем году я приезжаю в Готемале. И иду в гости к нему. И он устраивает нам вечеринку мексиканскую. Я с гостями, я со своими людьми, которые, конечно, со мной в путешествии. И первая фраза, которую я сказал, один из первых раз. Слушай, Рики, привет, тебе из Украины. Ты, наверное, хохлуйся раз и не видишь в своей жизни. Он говорит. Слушай, Тони, я был в Киеве. Я был в Киеве два дня. И эти два дня у меня перед отельом жгли и шины. Представьте себе, да, фотограф из Гватемалы, попадает в Украину. И все время, которое находится в Украине, у него революция. Я говорю, Рики, ты вообще легендарная личность. Тебе повезло. И не повезло. В общем, такой человек, да, он мне подписал эту книгу. Не я личности. Он один из таких... Ну, был на фотографии, приближенный к правительству Гватемалы. Выпускал очень серьезные вещи. Весь аэропорт в Адамала-Сити был украшен его фотографиями, потому что они нереальные просто. В основном тема Кицария. Этот человек провел 35 лет в этих дождевых лесах в поисках, не в поисках, а в охоте на эту птицу. И в прошлом году он выпустил документальный фильм, который называется «Сапенте эмплюмада пернатый змей». Весь фильм об этой птице. Никто, кроме него, не единственный географик, никто не мог сделать фильм об этой птице. Да, кому-то она показывалась. Ее снимали. Есть хорошие кадры, есть хорошие видео. Но это первый документальный фильм об этой птице, созданный человек. Это Рики Лопес. Вот мы знакомы. И это нереальная вещь. Это вообще дано только единицам в мире, чтобы охотиться за это. 35 лет человек провел и сделал этот фильм. Фильм занял много призов на таких авторских фестивалях местного калибра. Но, тем не менее, этот фильм, я его видел в таком допремьерном показе, потому что мы приехали опять к нему в гости. Он тоже в какая-то вот вселенная нам дала возможность увидеть этого Рики Лопеса. И во время вечера, когда мы у него в гостях, он говорит, «Слушайте, давайте я вам покажу фильм, который еще никто не видел, потому что он только на фестивале готовился». И он показал нам этот фильм, часовой, полтора часа, фильм об этой птице. Весь фильм об одной птице, рассказы об этой птице. Она невероятная. И я всем рекомендую поискать эту птицу, потому что это та вещь, которая, она исчезает, ее становится все меньше и меньше. Эта птица не только в красной книге, а и в черной, наверное, книге. Поэтому это главное, сокровище всей центральной Америки. О кровопускании опять. У меня тут какой-то слайд. Не знаю, будет ли вам это интересно. Я уже говорил о том, что они пускали кровь при каждом удобном злечении. Ну, у них это было в той птице. Ему было интересно, классно вообще, что пускать себе кровь. При рождении ребенка, на новоселье, на первый урожай. Но главные праздники, которые были в несколько годов, они требовали большего количества крови. И во время религиозных торжеств она любилась в кровь. Люди готовились к этим событиям, как нынешняя молодежь, к походам на технолечения. Чтобы добиться высшей степени измененного состояния, сознание, а они занимали центральное место в ритуалах, самые ответственные держали пост и некоторое время воздерживались от секса. Ничего. Потому что будут какие-то вещи, вещества, более эффективно действовали на их разум. Это перевод книги, английской книги, которая очень редко, я вам скажу, как она называется, если есть интерес. Это не научная работа, никакая не такая документальная работа человека, который прожил в этой Гватемале определенное количество лет, то у него очень много научных трудов, но именно трудов таких глубочайших. Не просто какой-то алфавит, а вот традиции, какой-то шаманизм, какие-то такие вещи. Готовились они, эти люди, очень серьезно, да, и придерживались поста и так далее. И в моменты высшего экстаза, эти люди пронзали себя богато украшенными шипами из обсидиана, себя, кремния или шипами ската, которые венчали мерцающие головные уборы из перьев кицали. Эти люди назывались кровопускателями, теперь их называют антропологи. Они отождествлялись божественными существами и являлись проявлениями сверхъестественных нужд и желаний. С помощью чего боги, вот они в руках богов становились как-то вот своими. Для чего это все делали? Для того, чтобы быть ближе к богу. Вот они это сделали, они поизменили сознание, они стали выше, и они какой-то период этого времени, пока это все действует, они становились богами. И, наверное, в периоды этих летов, как я уже говорил, кровь лилась рекой. Вот, кстати, это отрывок из церемонии, фотография из церемонии, на которой мы присутствовали. Что мы видим? Мы видим костер. В костре цепи, благовония, свечи. И возле костра стоит, я думаю, что это настоящий артефакт из какого-то древнего города, это тыкун-уман. Это вот образ того национального героя, которого звали тыкун-уман. Он очень часто проедается у них в разных изделиях народного творчества, в каких-то скульптурах, в каких-то просто таких. О маршрутах стоит поговорить, если есть интерес вообще для посещения этой страны. Все туристы, все путешественники пребывают в столице, в городе Малосики, куда отправляются рейсы из Америки, из европейских, в нескольких городах. Добраться в Малосики – это не коммерческий туризм. Туда не налажено авиасообщение, как в Мексику, допустим, уже чартеры в Кампу летают. На Гватемала не летают никаких чартеров, там есть всего пара авиакомпаний, которые летают в Гватемала-Сити. Можно добраться из Амстердама, рейсом КЛМ, который тоже не прямой. Мы летаем Амстердам-Панаму, Панама-Гватемала-Сити. И потом уже перемещаемся по стране. Прямые рейсы есть из Португалии и есть из Испании. Я говорил о двух мирах майя, и мир пирамид я назвал миром мертвых майя. Но тем не менее 90% всех туристов едут в эту Гватемалу из пирамид. Они не добираются до Атитлана, они не добираются до этих настоящих ильдейцев майя, они видят только пирамиды. На пирамидах очень много американцев, очень много людей европейцев, путешественников, и немного азиат, и нет вообще египетцев. Почему? Потому что пирамиды – это открытка Гватемала. Для того, чтобы попасть на Атитлан, нужно глубже знать, глубже понимать традиции, и нужно туда еще добраться. 90% по Флорисе едут на пирамиды и, возможно, составляют мнение о всей стране на основе вот этого экскурсии по пирамидам. Это национальные парки, это глубокие джунгли, это картинка из Тикаля. Нет, это не Тикаля, это Яшка. Это более такой мелкий город древний, который находится тоже на севере страны. Вообще страна делится на регионы. Мы во время своего путешествия посещаем юг страны и с севера страны. То есть мы летим с юга на север. Мы проводим некоторое время на юге страны, и потом летим вот этот регион пирамиды. Гватемала на самом деле бедная страна, но как в любой бедной стране, там очень высокие цены на определенные вещи. Кухня дешевая, развлечение дешевое, но логистика, в том понимании комфортная логистика, она очень дорогая. Почему? Когда ты выбираешь транспорт между регулярным автобусом и каким-то приватным бусиком, который тебя доставит, то вот этот бусик стоит очень дорого, дороже, чем любой его. Я не знаю, почему это сложилось, именно потому, что этот бусик идет сразу с водителями. И вот логистика очень дорогая. Можешь перемещаться на автобусах, чекенбасах между городами. И это на самом деле очень такой калорийный транспорт, это очень такой атоматичный. Но он не всем подходит. Тем, кто привык к автобусу, тем, кто привык к безопасности, там везде безопасно, тому придется искать вот эти вещи с персональным владельцем. И они будут очень дорогие. Аренда авто вообще нет? Есть аренда авто, есть. Но на самом деле... Можно взять и кататься? Можно. Но как и в любой неразвитой стране, нужно понимать, как ездить, те же правила движения. И я никогда не брал, и сам автомобильщик, и я никогда не брал автомобиль. Я не знаю почему. Видимо, потому что я не чувствую комфортно себя именно в этой стране за рулем. Потому что там определенные правила. Там на самом деле все автомобили, 90% автомобилей затонированы лобовые стекла вообще в ноль. Для чего? Для того, чтобы не видеть, сколько пассажиров в машине. 10 лет назад обстановка в стране была очень криминальной. И на первых этажах вы увидите очень много решеток. Все автомобили затонированы. Лобовые стекла затонированы. Сложится впечатление, что там очень опасно. Вот люди, которые приезжают туда первый раз, Артемий Троицкий, который не Артемий Троицкий, а дизайнер российский, который объедет Лебедя. Он объявил весь мир, и он в Гватемале написал ужасные вещи, потому что она не понравилась вообще. Ужас там все. Криминал все. Были бандиты какие-то. Так вот эти люди, они создают такое впечатление на основе своего первого взгляда на страну. Они не были там, где нужно было быть, чтобы понять страну. Они видят эти склетки, они видят эти затонированные стекла, они понимают, что им надо уходить отсюда. Здесь страшно, здесь очень опасно. Нет. Это было раньше, сейчас очень безопасно. Но сохранилось это все. А я вам так скажу, перемещение, допустим, 200 километров расстояние между деревнями, городами, чем угодно, может стоить на автобусе, на регулярном автобусе в Чехенбассе с местными жителями на головах. И это может стоить 20 долларов. Или 30 долларов. Смех, ну и чем надо. Да. А на персональном бусике это может стоить 200 долларов. Где-то вообще 10 раз. Да, где-то так. А так цена как бы, как мы говорим, не российская, да? Или какая-то азиатская цена? Вы имеете в виду уровень С выше. Если на транспорте, на городском транспорте, то это уровень, ну чуть выше азиатского и ниже европейского. Ниже, ниже, гораздо ниже. Если пользоваться общественным транспортом. Регулярными автобусами. На самом деле, это очень интересно, но для таких бэкпэкеров, которые с рюкзаком нормально, можно путешествовать, безопасно, классно все. Но если у вас большие чемоданы, если у вас много, то желательно брать автобус и перемещаться на автобусе с кондиционером-сводителем. И у нас повезет любые джунги, покраски и все? Нет, отдельно. Чтобы попасть вот в эти города, чтобы попасть в эти города, нужно в идеале. Ты можешь туда сам попасть, купив билет. Это национальный парк. Это музей под открытым небом. Куда существует определенная стоимость входа, потому что просто так ты туда не попадешь. Более того, есть часы работы этого парка. и все там под серьезной охраной. Стоимость посещения парка, вот допустим, вот эта текаль, самый дорогой, самый раскрученный курорт. Курорт там, условно говоря, курорт Майя, стоит 12 долларов вход. 12 долларов. Это не дешево. Но ты попадаешь, попадая туда сам, самостоятельно, ты, ну, это не музей, где различные, да, объекты, которые ты можешь понимать, как вот как-то воспринимать лично. Тебе нужен гид. Тебе обязательно нужен гид для того, чтобы хоть что-то выяснить для себя, почему, кто, как, почему вот так все это. Он расскажет, что это храм, а не пирамида. Он расскажет, что это построено вот по какому-то принципу, он расскажет тебе о космологии, о всем, 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 а гид стоит дорого. Гид может стоить 200 долларов. Это уже коммерция, да, это уже раскрученные, раскрученные вот эти руины, да, и это все очень дорого. А в других парках тоже стоят? На цены на гиды, да, на гида. Цена на вход может быть меньше, а гиды стоят довольно дорогие услуги гиды. Никаких книжечек, ничего такого они не выпускают, да? Нет. Они могут выпускать, ну, какие-то там просто два листика какую-то там, даже не книгу, а что-то там особо, нет. Описание каждого, вот, почему, не знаю, там, уже, наверное, должны выпускать, там, эти пирамиды в одном месте, там, десяток, могли бы написать, уже что-то выпустить. Но я ничего такого не видел. Поэтому вот одно из самых удивительных вещей, это цена на логистику и цена на гиды. Очень дорого. Главное правило в стране, главное правило, нужно понимать, куда ты едешь, нужно понимать вокруг себя ситуацию, обстановку. Потому что попадая в определенные места, ты можешь оказаться вообще в чужом окружении, оно тебе может показаться враждебным, как в любом другом обществе, чужом, незнакомом тебе. И поэтому у некоторых людей, опять же, создается мнение о стране негативное. Один человек не прибежался от правил гигиены. Он съел там, допустим, купил на рынке фрукт какой-то и не помыли. И у него случилось расстройство желудка. Вследствие чего ему страна не понравилась. Потому что всегда так происходит. Ты говоришь, ты отводишь на эту страну на какой-то регион два дня, съел что-то и два дня сидишь и лечишь. Потом приходишь, что-то страна говно вообще. Ничего там интересного. Очень часто так и бывает. Поэтому это одна из тех стран, где нужно придерживаться правил. И если ты их не придерживаешься, то тебе эта страна может не открыться. Она не откроется в любом случае. Она тебя наоборот подтолкнет. Расскажите нам правильно. Правильно. Ну, существуют определенные места, о которых я говорил. То есть спокойные, комфортные места, где жить. Есть город Антиго, бывшая колониальная столица, красивейший, комфортный. Там живут только богатые люди местные. Там вообще нет преступности. Ну, вообще просто роскошный. Город тихий, спокойный. Откуда можно отправиться на вулкан? Откуда можно отправиться? Там можно пробыть пару дней. Откуда можно отправиться на Атитлан? На озеро Атитлан? Посетив самый колоритный рынок в Центральной Америке. Этот рынок, это просто невероятный спектакль, невероятный театр. Рынок располагается в деревне Чичи-Кастинан. Довольно известная деревня. Известная не только своим рынком, а опять же, каким-то культурным наследием. Почему? Потому что там 300 шаманов. В маленькой деревне 300 шаманов. 150 женщин и 150 мужчин. Это религиозный центр. Но мы туда едем не за шаманизмом, мы туда едем за спектаклем, который происходит на Центральном рынке. На этот рынок съезжаются по четвергам и воскресеньям все торговцы со всей страны. Может быть, даже из соседних стран. Давайте я, может, что-нибудь, видео какое-то покажу. Я показывал классные видео. Таня меня сейчас пробует... А гиды в этих парках на каком языке? Испанский, английский. Английский. Есть у меня русский гид. Вообще испанский, английский. Это Антигуа. Тот город, куда надо сбегать сразу после прилета. Абсолютно комфортный город. Спокойный. Красивейший колониальный город, где есть наследие конкистадоров в основном. И ничего очень старого нет. Но именно испанское наследие в виде церквей или таких красивых зданий осталось. Откуда... Его город окружают вулканы. Один из них активный, Фойко, который видно прямо вот из города. И все экскурсии, которые нужно организовать из этого города, они сводятся к посещению другого вулкана, одного из трех недалеко расположенных вулканов. Это либо Пакая, либо Фойко, и третий Акатенамгу, но он чуть дальше. Вот это Пакая вулкан, действующий вулкан, куда мы ее постоянно ходим. Экскурсия занимает полдня. Полдня она дешевая. Не знаю, 13 долларов. Ты поднимаешься в подножье вулканы, где... Вот мы были три раза, и три раза этот вулкан представлялся абсолютно разной картиной. первый раз мы слышали его дыхание. Слышали, как трясется земля под нашими ногами, как дышит земля, как вот кровь, как вот под землей движется эта вся кровь, как брылится. Он дышал, он чуть-чуть издавал взрывы, но визуально, визуально этого не было видно. Второй раз мы попали на этот вулкан через год в то же самое время, и никаких звуков мы не слышали вообще, но мы видели, как он издругается. То есть удивительно, да? Звуки без издражения и издражения без звуков. То есть в разное время года он по-разному себя чувствует и по-разному представляется. Я видел фотографии, я видел истории, когда люди просто доходили до лавы. Лавы спускаются, они доходили прямо вот до лавы и делали фотографии. Мы доходили метров за 200 до лавы. У нас просто дальше не пускали до лавы, потому что говорят, опасно вчера кто-то каким-то. Но я видел картины, когда те же самые группы доходят до самой лавы и ее даже не считают совсем опасным. Вот так выглядит Джуми, вот так выглядит город Икаль, расположенный в глубоких Джуми, в частности, за Тикаль. Это уже цивилизованный, цивилизованный, очищенный город. Также в Батумале есть города, которые абсолютно или практически не очищены для людей, да, как это еще объяснить. Есть город Эль-Мирадор, тоже огромный, огромный город, куда можно добираться два дня либо на лошадях, либо на каких-то повозках, или лететь вертолетом. И вот этот Эль-Мирадор считается самым таким заброшенным, самым таким археологическим, главным археологическим центром, где до сих пор работают изученные, где до сих пор происходят раскопки. На самом деле, раскопки могут происходить везде. И существует так называемая черная археология, о которой они не говорят, эти местные гидры, она существует, люди копают, люди договариваются с, не знаю, как это все происходит, как у нас добыча эльтаряда. И это все есть. Я не знаю, как сейчас, больше или меньше ее стало, но она существует. И все эти артефакты, ну, там, условно говоря, ты можешь идти и найти что-то такое, что может быть, вот, каким-то там формой, какой-то скульптурой древних, которые три тысячи лет, просто под ногами. Не говоря уже о том, что ты можешь прийти, отклой пирамиду и забрать. Ну, кусок, потому что это все ногтем откалывается. Естественно, гиды говорят, не трогай, ничего не дотрагайся, потому что, ну, их слушать надо, потому что это все-таки их земля, и отнимать ее вот таким способом, конечно, это барберски не стоит. Если что-то найти под ногами, да, можно забрать. Откалывать, как я вам говорю, не надо этого делать. Я просто ноготком откалываю. Не думайте, что я там ноготком себе кусок пирамиды брюки. Озеро Атетлан в разное время года бывает разным. Существует такой период дождей, который длится, не знаю, с сентября, наверное, по февраль. Когда, это не тропический ливень, это не как в Азии происходит такие тяжелые ливни. Нет, там такого нет. Там дождь проходит, может идти ночью, может идти на протяжении дня, но он более-менее комфортный. Правда, мы не побывали, не бывали в таких вот прямо дождливых, дождливые сезоны, но там, как такового, этого сезона нет дождей. Еще я вам хочу сказать, вот сейчас вспомню, что там семь видов манго круглый год. Семь видов манго, один вкуснее другого. И стоит копить. В основном, кухня состоит из авокадо, все из авокадо делается, все делается из моих, из кукурузы. Везде авокадо, везде кукуруза, везде манго, в общем, она божественная, мягкая кухня. Конечно, есть где-то мексиканские акценты, где все острое, но в основном, кухня не острая, комфортная. Курица, из мяса курица самая днурная. Титлан, вот это вообще картина из Сент-Экзумперии в «Маленький принц». Сент-Экзумперии на самом деле потерпел крушение, он летал на самолетах, он был летчиком, мы все помним. Он однажды потерпел крушение на берегах этого озера и остался там, и он увидел там одно природное строение, гора. Мы ее видели, а нет, не видели. И в своем «Маленьком принце», начало «Маленького принца» это описывается, как удав съел шляпу, по-моему. Удав проглотил шляпу. Есть у него такое? Слона. Слона. Похоже на шляпу. Да. Вот эта гора, она находится... Да, да. Вот именно этот образ Экзумперии использовал, увидев на берегах Атитлана. Это не эта гора, это абсолютно другой берег, но это именно та картина, которую он увидел на берегах Атитлана. Сколько они занимают Ваши вот эти путешествия? Две недели, чтобы комфортно, чтобы комфортно перемещаться, чтобы комфортно, без всяких там спешек, две недели. Две недели, из которых мы проводим часть времени на юге страны, и завершающий этап на севере страны. Озеро, оно в центре. Озеро, оно в центре, да. Ну, это считай, на юге страны. То есть мы практически сразу... Мы сначала в Антикулу пару дней, потом едем на Атитлан, там пять дней. Из Атитлана мы едем, мы идем искать специали, что отдельная часть путешествия. А потом мы летим, мы летим от северной страны, и льем педе. Можно, конечно, поехать на Тодусе, это восемь часов езды. У меня больше трех часов будет переездить, потому что я... Мне некомфортно. Один час перелета на классном самолете, и ты уже с другой части стороны. А гида Вы берете, он везде вас сопровождает, или конкретно прилетели, взяли своего? Практически везде, в каждом этапе. Единственное, что Антигуа, это первая часть путешествия, мы не берем гида, потому что там нет за чем брать гида. Да, у нас лучшие гиды, я уже пятый раз, я уже выбрал самых лучших, я не постоянно знаю. Но на местах он не летает? Нет, он не летает, он в разных местах разный, да. В разных местах разный. Был вопрос о зданиях. Ее маски. Ее маски. Может быть, вот это, так выглядит рынок. Так выглядит рынок, типичный рынок Бутема. Но он не так может выглядеть в любой деревне, на самом деле, Бутемальск. Это скопление, невероятное скопление красок, одежд разных, разноцветных, и невероятный колорит. Может быть, в Мексике еще такое количество красок, в Болине. Но все те люди, которые прошли, все эти страны говорят, что Бутемали самое большое красочное, покрасочное, это самое яркое странное умение. Был вопрос, вот, нашел, смотрите, деревня Чичи Кастенанго, в которой я говорил, что там самый большой рынок, самый колоритный, самый большой рынок в Центральной Америке. Там еще и самое колоритное кладбище в Центральной Америке, которое построил, наверное, на Антонио Гаврини, судя по тому, что, посмотрите, если вы были в Барселоне, если вы понимаете, что по архитектуру Гаврини, то это вот такая архитектура. Она невероятная просто. Я спрашивал людей, а почему вообще такие краски и у вас на кладбище? Они говорят, слушай, это праздник, вообще все приходят и День мертвых, у них один из главных праздников, это Эльди, это Мортос, это День мертвых, День всех мертвых, это праздник для них, они приходят на кладбище и праздывают. Это классно. До сих пор эта традиция, умирать классно. Это не только трагедии, нет, этот человек отправляется в душе света. Это здорово. Так вот о кладбище. Они строят яркие кладбища, и в Чичи-Чи-Кастенангу, наверное, самое яркое кладбище в стране, вот такими яркими. Причем, сосед, если ты, ты должен построить по контрасту, по контрасту, то есть, если у тебя желтое рядом, рядом могил, то ты должен построить голубую. И чем контрастнее, тем удачнее. И все кладбище в таком контрасте, оно невероятной покраской. Вся страна такая. Здесь, на территории этого кладбища, постоянно проходят церемонии шаманские. Поэтому, если вы туда попадете, будьте осторожны, просто потому, что вы попадаете на чужую территорию. Где, если вы придете, начнете щелкать смартфонами, это могут воспринять довольно агрессивно. Почему? Потому что, либо надо спрашивать разрешение, либо надо просто тихо это все делать, потому что это все другие кладбища, куда приходят люди со своими запросами, со своими эмоциями, со своим временем, проводят. Не для туристов. Но вот такое очень яркое кладбище. И раньше, еще 30 лет назад, или 50, на самом деле, людей хоронили на территории дома. То есть, все свои потомков, все, да, они хоронили на территории своего частного дома. И только, вот, с какого-то времени они все-таки их заставили правительство все-таки поменять, поменять это все, менталитет, тактику, и сейчас они такие кладбищи, да. Так выглядит церковь. Это небольшой алтар на территории церкви. Рядом могут висеть христианские, правоохранительные, христианские, католические, святые, иконы. И рядом же находится, как я и говорил, языческий такой алтарчик. Так выглядит 20-20 высоты, невероятно по красоте озера, по энергетике. Каждый день я вам сейчас расскажу историю, ее надо читать. У меня есть интернет. белый ветер, тетлана. Каждый день в районе полудня на тетлане на тетлан приходит серый ветер. Он называется шокумиль. Каждый день на протяжении года, ровно 12-30 приходит этот ветер, который из тихой воды, тихого зеркального озера превращает это озеро в дикое зверя. Почему? Потому что при среде всего прихода повышаются волны. Волны полутораметровые. Это барашки такие. Мое знакомство с Тетланой началось именно с такой битвы с озером. После чего я вышел с другими абсолютно чувства. Мы сели в каяк на тихой воде с девушкой. Причем девушка меня спросила одесситков слушай Антон а ты раньше плавал на каяке? Я говорю нет я не плавал. Я не переживаю я индейец. Индейец так индейец. И мы сели в этот каяк тихо спокойно плыли спокойно все было здорово. Невероятная красота тишина солнышко. А тут поднимаются ветерок. Поднимаются волны. Ну поднимаются и поднимаются классно. Они на тебя брыжут такой приятной свежести. Они приятно когда брыжут но потом они поднимаются все выше и ты понимаешь что ты отплыл от одного берега метров пятьсот и понимаешь что под тобой триста метров и вот в метре от тебя сидит девушка которая на каждый брызг волк пищит так кричит она боится ну реально она боится этих волн ей страшно и ты тебе ничего не остается делать как принимать этот вызов и начинать реально на тренажере на этом час я бы за десять минут на днепре умер бы я бы просто умер я час там боролся с этими волнами на этом каяк и причем у меня вообще страха не было умер такое удовольствие было не знаю не физически труд даже умер это просто была какая-то какая-то игра и я час боролся с этими волнами мы прибыли все класс все супер я потом рассказываю это гиду и гиду говорит слушай в тебя вселился энергия 1-2 она тебе помогла потому что это все реально была борьба и это было довольно так не здорово и потом я понял я переосмыслил все эти вещи которые связаны с энергетическими потоками потом я узнал об этом озере и это действительно я понял что это озеро очень сильное и в определенных условиях оно готово делиться силой с тобой и мне потом дали имя белый ветер самое большое удовольствие это попасть в такие города на рассвете когда просыпаются обезьяны обезьяны ревуны обезьяны ревуны это второе млекопитающее на свете после голубого кита полумощности звука все голливудские режиссеры используют звук ревунов обезьян для озвучки динозавров все как они звучат они звучат очень страшно как будто вас окружила ста ягуаров и все это просто готов вас сожрать а на самом деле они вообще безопасные безобидные обезьянки маленькие ничего не делают с вами вообще они даже не пристают но звуки которые они издают это на самом деле не самых страшных звуков животных но очень все как-то верим сейчас сейчас все будет условно говоря есть период рассвета ты покупаешь рассветный тур прибываешь туда где-то в 5 утра в 6 утра и встречаешь рассвет в джунглях это самое незабываемое самое яркое зрелище которое может быть рассвет в джунглях как рассвет в пустыне то же самое рассвет в джунглях и есть закатные туры просто для фотографов для встречи заката на вершине грань где эти туры покупать либо покупать где угодно вообще везде в гостиницах но национальном парке нет продают только в хатной юге на протяжении всей своей поездки встретите кучу мест где их купить закрывается не закрывается она в 6 часов закрывается если у тебя закатный тур ты свой закат встретил все бегом бегом обратно у нас была интересная ситуация закрывается с рассветом да 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 вот сейчас я сейчас все будет вот я специально поставил палом я покажу вам как выглядит этот опыт с чем-то разно с плоским лицом вот собственно я закончил что еще сказать поехали год и мало вот самая ключевая фраза поехали год и ну что спасибо большое Антону я буду на месте праздник необычной такой совсем загадочной почти волшебной атмосферы году малы спасибо большое за выступление спасибо вам за то что вы пришли ну и ждем всех вас в следующий четверг на следующий увлекательный рассказ спасибо спасибо